Привет всем! Это канал Bonita Parfums. Сегодня мы в необычном антураже, не как обычно в каморке в моей, а сегодня вот такая вот ошеломительная у меня бизнес-сцена на прекрасном диване, таким мягком, чудесном и с еще более прекрасными ароматами. Вообще сегодня все будет неожиданно и для меня самой, потому что я по сути дела только-только познакомилась с этим чудесным итальянским нишевым брендом под названием Cristiano Belodi. И сегодня буду вещать, надеюсь, не последний раз. Кстати, нахожусь я в магазине Линджери. Огромное спасибо за то, что предоставили место, время и вообще спасибо всем за помощь. Итак, Cristiano Belodi. Вот так выглядят ее флакончики. Кто такая Cristiano Belodi? Это итальянская мастерица нишевого расклада. Когда появился ее бренд на просторах парфюмерных, я, честно говоря, подумала о том, что, наверное, очередная нишевая линейка из-за того, что ниша плодится сейчас просто вот такими гигантскими масштабами ведут трендовости, ведут моды на нишу. Я не задумалась над тем, что бренд будет интересным. Думала, ну, наверное, пару ароматов какие-то меня зацепят. Но в целом, думаю, познакомлюсь поверхностно. И, как обычно, я ошиблась, потому что первое впечатление, оно ошибочное. Итальянский бренд Cristiano Belodi действительно очень интересный. И каждый аромат из этого бренда, а их всего шесть, вот, шесть ароматов, один из них я держу в руках, они все очень-очень достойные. Вообще, итальянская ниша, она сама по себе, скажем так, до такой степени хорошо и ярко раскрывает суть, сущность, и, в принципе, даже какой-то вот окрас дает всей вообще, в принципе, нишевой парфюмерии, что вот именно про итальянские духи, про итальянские ароматы я больше всего люблю рассказывать, потому что они, наверное, максимально соответствуют и моему мироощущению, и в целом мироощущению, вот, мировому в плане парфюмерии. Что несут в себе ароматы Cristiano Belodi? Первый аромат, я покажу просто на примере первого аромата. Первый аромат под названием R. Ароматы все носят название, буква. Вы можете написать в комментариях, да, там у меня тоже были такие мысли о том, что это похоже на Клайв Кристиан, у Клайва Кристиана тоже такое подобное название, там X, Y, у него X, V, C, L, там, ну, такие вот ароматы с таким названием. Но я не думаю, что это был какой-то плагиат, скорее всего, это была какая-то задумка, кто знает, пишите в комментариях. Итак, первый аромат под названием R. Я уже заблаговременно нанесла его на блотер. Что сказать об этом аромате? Аромат построен вокруг розы, ладана, почули и древесно-цветочных оттенков. У него здесь шпаргалочка такая чудесная, по Кристиане Блоде. И, зная уже ноты, из которых построен аромат, я могу сказать, что аромат один из самых достойных в этом бренде. Лично по моему носу, то есть по моим вкусам. Обещается здесь ладан, роза, почули, как я сказала, амбра, ветивер, магнолия, жасмин, белый мускус и иланг, иланг. Спасибо большое, Кристиане, за то, что сюда поместила иланговую ноту. Потому что без вот этой вот задоринки, такой иланговской аромат, был бы похож на вот эти всевозможные пафосные мрачные ароматы, где присутствует роза и почули. Ну или, допустим, роза и ут. Вот аромат R лишен этой мрачности. Он в тренде, да, роза и женихи вокруг нее. Шиприт, конечно же, это больше шипровый аромат. Я его характеризую как шипр, не как восточный, а именно шипр, потому что горечи очень много. И горечь стойкая такая, она дребезжащая. Но все же с присущей этой женщине, которая творила этот аромат, и в принципе итальянской ниши, здесь присутствует жизнелюбие, задор, сочность. И нет абсолютно никакой вот этой вот холодной какой-то чопорности, мрачности. Аромат в базе очень похож на мой любимый, один из моих любимых ароматов, о котором был обзор, напоминаю, что был обзор о аромате артизан-парфюмер, похититель роз. Хотел сказать, похититель ароматов. Саша, привет. Вольур де Роузес. Я его еще назвала гроб. Ну, я прошу прощения за аналогию, но вот такие ассоциации он у меня вызывал. Если не помните обзор, посмотрите, пожалуйста, его сейчас подсказка выскочит. Здесь очень перекликаются ноты. Действительно, дорогая, богатая, бархатная роза на древесной подложке, окутанная в похитители роз мрачностью, даже каким-то там мраком, такой вот скорбью. Ну, скорбь такая вот, благородная. Здесь она окутана радостью и жизнелюбием. То есть, браво этот аромат. Я его рекомендую. В принципе, что касается принадлежности, там, мужско-женский, здесь аромат унисекс, собственно, как во всей ниши. И я его могу и на женщине, и на мужчине представить. Очень хорошо. Все ароматы нужно разнашивать. То есть, это однозначно. Р. Пятерочка. Ставлю пятерочку. Следующий аромат. Аромат называется И или Ай. Наверное, И, потому что такие талия. Будем читать не по-английски. Ароматит совершенно другого расклада, нежели Р. Шпаргалочку возьму. Ну, в принципе, я и так слышу, что аромат реально цветочный. Цветочно-бело-цветочный. С множеством вкусных, не кислых, цитрусовых, прошу прощения. Цветы, как и орхидея, флёр-доранж или апельсиновый цвет. Жасмин, гелиотроп. Супер просто. Еще и роза с нарциссом. К моей нелюбви к нарциссу этот аромат не отнесся. То есть, как бы, здесь он есть, но я его не слышу, слава богу. Нет вот этой вот, прошу прощения, какашечной такой нотки. Очень много пыльцы, мед здесь присутствуют в аромате. То есть, это такой аромат цветов, аромат летнего, именно летнего цветения, когда цветет. И лепа, то есть, именно цветочные, цветы очень насыщенные. Такие немножко даже уставшие цветы. То есть, не только-только весенние, которые только-только раскрылись, дают такую свежесть. А это уже такие немного на солнце подвявшие цветы, но не забродившие. Ну, вы понимаете, то есть, это не августовское цветение, это такое июльское цветение. Аромат, вижу на женщине, вряд ли он вообще не подойдет, потому что, ну, слишком явные такие вот, жасмин с филлер-д'оранжем и медом. Вижу этот аромат, скажем, на каком-то таком дачном отдыхе. Такая, может быть, фазенда, такая вот, представляется мне такая сцена. Возможно, сладковат за счет меда и пыльцы, вот это вот большое количество пыльцы. Но, тем не менее, если вы будете его на себе носить, если вы будете его размашивать, я думаю, вы с ним подружитесь. То есть, я ему тоже ставлю пятерку, потому что красивое очень сочетание, очень красиво обыграны белые цветы здесь, очень красиво. База, по-моему, даже еще закрепляется, я уже точно не знаю. Да, амбра, сандал, мир и пачули. То есть, горечь будет здесь, я обещаю, но она будет не шипровая, просто будет чисто цветочная горечью. Аромат И, пятерочка. Следующий ароматец, аромат под названием Эль. Я хитро улыбаюсь? Да, я хитро улыбаюсь. Я просто сама еще не особо ознакома, так ознакомилась немного. Аромат Эль. Шпаргалка мне поможет, но сразу говорю, что аромат исключительно женственности, исключительно нежности. Он очень, я бы даже сказала, по-детски так вот, по-детски сексуален. В каком плане? То есть, это неявный призыв. Это такое, может быть, какое-то легкое заигрывание за счет мягкости. Очень мягкий аромат, окутывающий, мягкий, немножечко пудровый. За счет чего посмотрим пирамидку. Я думаю, розовый перец. А вы знаете, какую пудру дает розовый перец? Он дает не жесткую, не галантерейную пудру, не будуарную, вот прошу прощения. Эта пудрочка такая, слегка присыпка, такая легенькая присыпочка. Розовый перец. Цветы, конечно, здесь очень хорошо звучат. Оставлю в скон. Цветы звучат, это роза, жасмин. Но в сердце аромата очень много древесности. И вот, видимо, вот эта древесность, она в сочетании с цветами дает вот эту вот такую, ну, это реальная сексуальность. Это очень сексуальный аромат. База серы, сероамбра, белый мускус, ваниль закрепляет и еще более феминид этот аромат. То есть вообще категорически противопоказан мужчинам этот аромат. Может быть, он будет вам вторичен немного. Да, потому что аромат все-таки трендовый. Вот этот тренд, когда в аромате много секса, немного пудры и сладость. Все-таки это, согласитесь, это тренд. Так вот, этот аромат соответствует тренду по-итальянски, по-благородному. Ни в коем случае не люксит, не уходит в шампунь. То есть, если вы хотите быть в тренде, если вы хотите как бы не выделяться какими-то экспериментальными ароматами, но при этом не быть как все, то аромат L вам в этом очень сильно поможет. Плюс аромат для свидания, я так считаю, наверное, будет идеальным. Следующий. Аромат C. Я к нему отношусь сразу, говорю, или C, с большим уважением, потому что среди всех ароматов Белоди он самый интеллектуальный. Вот я его так охарактеризую. Да, он реально интеллектуальный. В чем его интеллект? Во-первых, я его вижу на мужчине, это 100%. Ну, то есть, и на женщине тоже, но на мужчине впервые. Аромат древесно-ветиверный. То есть, я, в принципе, так слышу, что он древесно-ветиверный. Ладан, кстати, Белоди любит ладан. Она его очень часто использует, и я ей за это благодарна, потому что ладан реально помогает в ароматах, ну, сделать его каким-то таким более глубоким, более насыщенным. Вот такая дымка такая ладанная, она всегда загадочности какой-то придает. Так вот, аромат C. В шпаргалке написано, что здесь есть, как я уже сказала, ветивер пачули ладан, лимон, сандал, белый кедр, лимон, колоблицкий бергамот. Еще здесь есть пион и жасмин, но я его напрочь здесь просто не слышу. Из блотера делала за тест, из кожи. То есть, классический древесный, восточный аромат на костюм, на наглаженную рубашечку. Аромат молодого, перспективного или уже, наверное, как бы перешагнувшего какие-то перспективы, имеющие новые перспективы мужчины. Это аромат джентльмена, но не закостенелого, который меняется. Он меняет свое мнение, потому что развивается, а не потому что он легкомысленный. То есть, аромат действительно несет себе целый вот такой вот месседж, по крайней мере для меня. Опять же, про тренды напомню, что аромат в своем роде трендовый. То есть, вот в нишевых ароматах мужского направления это тренд. То есть, это не, скажем, не тяжеляк, но это и не легкомысленный свежак. То есть, ладан с ветивером, с кедром дает поле для размышления. Пятерка с плюсом. На женщинах он тоже будет хорошо звучать, только на некоторых, которые вот любят это направление, такой грустную горечь, на женщинах это особенно интересно звучит. Где ты, мой красавчик? Е. Аромат Е. Судя по цвету жидкости, на флаконе уже понятно, что это будет взрыв, просто взрыв. И так оно есть. Действительно, это очень яркий, сочный аромат, который, в принципе, несет в себе такое, ну, скажем так, без прогалки не обойдусь, но слышу, слышу, конечно, здесь цветочные фруктовые ноты. А что здесь со фруктом? Ну да, здесь черная смородина и ананас. Ну, как я могла не узнать, черную смородину. Это один из не только моих любимых ингредиентов. Сейчас, в принципе, черную смородину уже обыгрывают все, кому не лень, и это правильно, потому что ингредиент, ну, фантастический просто. Он любому аромату дает такую задоринку, такую яркость, что, да. На фоне ананаса, ананаса, черные смородины, такое огромное количество одинаковых цветов, то есть здесь не разнотраве, да, скажем, как говорится, здесь все-таки, ну, статичные цветы по типу лотоса, жасмина и апельсинового цвета. Любит белые цветы, христиана, я тоже люблю. И, как обычно, у нее база, она закрепляет мускусом, амбро и ванилью. Аромат самый яркий среди всех в плане сладости, в плане такой, скажем, многогранной сладости и сочности. На мужчине нет, только женщины, причем, женщины, несмотря на сладость, такие, знаете, помоложе, помоложе, потому что на возрастной женщине аромат будет звучать отдельно от нее, я тоже частенько так говорю, повторяюсь, наверное, но он будет жить отдельной жизнью, и он совершенно не раскроет ее суть. здесь нету, скажем, замаха на какую-то интеллектуальность, как в аромате Си, нету какой-то такой мега задумки, мега философской какой-то темы, это просто отдых души, отдых кожи, но отдых, скажем так, насыщенный. Тоже ставлю пятерку, здесь вообще, в принципе, все ароматы отличненькие, тут нету даже хорошистов, и, конечно же, как всегда, напоследок, на закусочку я оставляю что-то некое такое вот загадочное, тяжеловесное, все, как я люблю. Аромат B, B. Судя по моим глазам, все понятно. Аромат B или B стоит уже не только в окружении своих собратьев по бренду для меня особняком, он для меня уже стоит особняком в принципе в парфюмерном мире, а это много, потому что уж так по жизни получилось, что много ароматов я обоняла, тестила, слушала именно из этого семейства, к которому принадлежит аромат B, и могу сказать, что он один из лучших. В чем его глубина, в чем его загадка и вот эта вот B-стовость. Так вот, аромат B исключительно в моем понимании мужской, на женщине он будет крайне рутален, крайне резок и крайне, наверное, не огранен. Ут-пачули, ут-пачули, начало неплохое, я продолжаю. ладан, кожа, лабданум, леники. Господи, ты есть. Горчайший, теплейший, такой, всевозможно, со всей грани звучащий. лабданум, люблю лабданум, люблю лабданум, повторю, сладанум. Все, вот все, вот все, как в лучших традициях, от этого тренао, восточно-древесного аромата, но еще финики добавили. Финики, я вообще никогда не думала, что они как-то пахнут, то есть они имеют вкус, сладкий, липкий такой вкус, горьковатый, да, но, как получилось это внести вольфакторную пирамиду, вольфакторное звучание, это вот просто мой поклончик. И Иланг-Ланг, я смотрю, что крестьяна любит экспериментировать с Иланг-Лангом, она любит этот компонент, и я понимаю, потому что он дает маслянистую пудру и такую немножко шершавую сладость. И вот представьте, здесь еще есть и Иланг-Иланг, то есть реально разрушена концепция восточно-древесного стандартного аромата, который заполонил сейчас все пространство. Вы знаете, о чем я говорю, я уже неоднократно и в обзорах говорила, и вы сами знаете. Здесь 6 по 5-балльной системе, стойкость прекрасная, кожа здесь много, несмотря на то, что я не люблю кожу, здесь она мне не мешает, и даже резиновая, временно, но потом уходящая нота, тоже не мешает, потому что это такая задумка раскрытия аромата, без этой резиновой нотки, без этого такого тяжелого оттенка, аромат B не будет ароматом B. Сейчас он мне нанесен на блотер, он уже вот раскрылся до сердца, еще не до базы, и я уже просто завораживаюсь, потому что аромат действительно очень-очень-очень стойчив, все ароматы нужно обязательно на себе потестить, поносить на коже, нету никакой здесь грани, нет никакого ограничения, в плане, неожиданно, знаете, как вот аромат иногда приносит какие-то сюрпризы в своем раскрытии, очень многие ниши ва бренда этим не грешат, а наоборот выделяются, я считаю, что это хорошо, но это не всем подходит, что касается аромата вот Christian & Belody, здесь не будет никакого сюрприза, они по-хорошему понятны, они по-хорошему угадываемы вами, и все, что заявлено в шпаргалочке, все прозвучит как по нотам, ноты прозвучат как по нотам, некоторые будут звучать в терцию, то есть они будут звучать одновременно, но вы будете их гармонично слышать, например, в аромате R, то есть где здесь мрачность какая-то, тогда такая сырость, рядом со сладостью, они будут звучать в терцию, то есть благозвучно, аромат Ба, я уже только что говорила, то есть это будет такая резиновая нота вместе с древесностью, прекрасно будут сочетаться, женские ароматы, вот это вот цветы с медом, или древесные с цитрусами, они прекрасно вот-вот просто сплетены, переплетены, поэтому ароматы в принципе можно покупать с первого затеста, вот даже вот ставлю такой вот, ну если можно сказать диагноз парфюмерный, то есть пятерочка и быстрый затест. Что касается стоимости, насколько я знаю, я так особо в прайс не углублялась, но я примерно понимаю, что ароматы более-менее доступны по цене, то есть цена-качество, наверное, в сторону цены, даже немного переваливает в этом соотношении. Сравнительно с другими нишевыми брендами, которые позиционируют себя, как нечто аутентичное, нечто такое вот просто чуть ли не гениальное, без пяти минут, здесь, ну явно, явно лучше присмотреться к визяне-белоде, чем идти на какие-то эксперименты. И если вы обратили внимание, у меня здесь помимо ароматов, которых всего 6 наставлено, очень много всякой всячины, бегло расскажу, почему бегло, потому что здесь нужно либо отдельный обзор снимать, но это только по количеству лайков, если будет более 150 лайков, тогда сниму обзор отдельно по банной линии, по ароматам для дома. Кристиана Белоди, пока скажу два слова, Кристиана Белоди любит ароматы для дома, вот это вот, такой прекрасный, я люблю, когда много в руке, когда тяжело и много, это аромодиффузор, вот так он выглядит, такое специальное устройство, которое ароматизирует ваше помещение, мы никогда об этом не говорили в обзорах, ну, надо же когда начать, вот, такой прекрасный аромодиффузорчик, ну, вы знакомые видели, сталкивались с такими продуктами, ароматы не перекликаются с ароматами, именно с духами, с парфюмами, очень многие бренды не заморачиваются и делают домашнюю линию, соответственно, ароматом своим, Белоди сделала очень такой, я думаю, трудоемкий все-таки, это был процесс, шаг такой хороший, да, такой вот полноценный, она сделала ароматы, для дома совершенно отдельные, у меня тут есть несколько тестеров, скажу о тех, которые мне наиболее запомнились, которые наиболее меня поразили, вот такая у меня есть чудесная шпаргалочка, я сегодня со шпаргалками, итак, есть чудесный аромат, который продается в аромодиффузоре, называется он «Дикая трава и кора деревьев», это что-то невообразимое, аромат до такой степени пронзительный, хотя вы скажете, зачем мне пронзительный аромат для дома, он до такой степени, вот это сочетание травы, там не только трава, это основные слышимые ноты, это просто название, травы и коры дерева, оно, во-первых, явно слышно, то есть ты угадываешь, ты представляешь себе траву и кору дерева, я бы этим ароматом заполонила бы не только свое жилище, я бы заполонила все магазины, помещения, там какие-то даже собесы, ну то есть аромат успокаивает, аромат умиротворяет, аромат переносит тебя из этой суеты в какое-то такое абсолютно гармоничное место, трава здесь не скошенная, потому что скошенная трава немножко тепкая, она как бы немного вяжет, и она не всем подходит, вот здесь трава, вот она растет, эта трава, но она не подмятая, не опаленная солнцем, она вот такая, какая надо, вот средняя трава, и вот эти деревья, которые рядом с травой этой вот как бы обрамляют, они тоже, они не только вот посаженные, там какие-то саженцы, но и не старый, там двухсотлетний дуб, это вот все то, что нужно, я не знаю, что показывает пирамида, даже не читала, но аромат просто шеломительный, если вы его поставите в спальню, допустим, или даже не в спальню, а может быть просто вот в жилую какую-то зону, это будет вообще другая жизнь, в том же самом помещении, пишет скошенная трава, ну я не слышу скошенная, слышу вот просто траву, мята, лаванда, ну о чем тут говорить, и конечно же, Жасмин Магнолия, Сандал Америс, Америс, ну пятерка, не знаю, нет, не пятерка, десятка, по пятибалльной системе, в комментариях, точнее, ну в комментариях под видео, я напишу, как он на самом деле называется, потому что я по-итальянски не умею читать этот тестер, рекомендую всем и всегда, и еще тут есть несколько ароматов, их много, например, шоколад или кашемир, вот здесь у меня сейчас с аромодиффузора, кашемир, ну это зимняя ароматизация, то есть это такая укутывающая, мягкая, такая гурманская, то есть явная, ванильная, такие ноты шоколадные, как бы сейчас лето, и поэтому я обратила внимание на более свежие, но эти тоже очень хорошо пойдут именно зимой, прекрасный аромат восточной специи и мускус, но он, конечно, на любителя, потому что такой, ну явно, явно просто в нем такая, специевая такая нота, но это тоже те, кто любит, возможно, тогда кухню пойдет, прекрасный аромат, то есть специи не такие, как мы привыкли видеть, там, не знаю, черный перец, или какие-то там, орегано, то есть совсем такие простые, нет, здесь специи такие более кондитерские, и муску, ну мускус я тут не слышу, но явно вот аромат восточных специй есть, название тоже напишу в комментариях, по объему, насколько я знаю, в аромодиффузоре 250 миллилитров, его должно долго охватить, а в запаске целых 500, то есть пол-литра, можно будет налить, помарусин поясок, и наслаждаться вам просто, а также еще у Белудии есть аромосвеч, вот так они выглядят, такая чудесная свечка, по ароматам к свечам, по-моему, там тоже самое, то есть те же самые ароматы, и еще добавлены ароматы, ну из парфюмерной линии, и еще, вот так вот, по-моему, вот так вот выглядит свеча, вот мне тут поставили, нужно показывать, вот так выглядит свеча, это если подарить, это будет просто идеальный подарок, и пудра для душа, для меня было открытием, что существует такой продукт, пудра для душа, выглядит она примерно вот так, такой прекрасный вот сосудик, а в ней пудра, что делать с этой пудрой, как мне подсказали, мудрые консультанты, нужно ее, либо использовать в душе, она не мылится, она не сорбирует, она не скрабирует, она просто оставляет на теле, легкий-легкий аромат, либо же после душа ее можно использовать, то там уже как-то по инструкции, самоинструкцию, и, конечно же, тут и мисты есть у Белоди, и парфюмерные лосьоны, все, то есть полностью, все, что вы хотите, вы можете себе приобрести, и аромат, и банную линию, то есть позаботилась о всех, и вся. Я больше всего, конечно, интересуюсь ароматами, вот так вот будет выглядеть подарочная коробка, упаковка аромата Си, я уже представляю, что это мой аромат, я мечтаю о нем, я о всех ароматах мечтаю, вот, и могу подытожить, сказать, что сколько уже было наслушано и обозрено итальянской ниши, ну, как бы, особенно в моих обзорах очень много Италии, так сложилось, то Белоди я поставлю, не то чтобы на первое место, я ее поставлю отдельно от всех мест, потому что человек смог сочетать моду, не отнять, мода трендовая, индивидуальность, правильный подход, в каком плане, что нет ничего лишнего, ни в ароматах, ни в описаниях, ни в дизайне флаконов, то есть все лаконично, все практически гениально, почему говорю практически, потому что другие, не менее, как бы, классные ароматы могут обидеться. Если понравился этот обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, и мне интересно, знакомы ли вы с этим, брендом, я сейчас не новость вам рассказала, возможно, вы где-то слышали, и может быть, даже у вас есть флаконы, я вообще до того марка упаду, напишите мне в комментариях, ваши впечатления об этих ароматах, что бы хотели более детально послушать, и вопросы, конечно, жду вопросы и запросы, возможно, мы сделаем еще один какой-то обзор по Белоде, но более детальный по ароматизации дома, в этом очень-очень много есть что рассказать. А пока лайк, и всем пока!